Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале HBDC Crew. Меня зовут Емелянов Артемий. Погнали! Живу я в Твери. У меня есть вот такая вот Toyota Cresta 99-го года в сотом кузове. Я решил снимать этот блог, рассказывая о том, что я доделаю, что хочу установить и вообще в целом ощущения от этой машины. Соответственно, HBDC Crew это тема медоедов. Если кто не знает, обязательно загуглите, посмотрите, кто такой медоед, его стиль жизни. Коротко говоря, наше Crew это объединение людей, неравнодушных к автокультуре, к машинам более раннего поколения, не то, что выпускают сейчас. И в целом мы расскажем о том владении, ремонте и вообще всю эту движуху, так сказать, изнутри. Что такое HBDC Crew? Honey Badges Don't Care. То есть в переводе медоеда на все пофиг. Этот стиль жизни образовался ввиду определенных обстоятельств. В общем, мне на все похер, грубо говоря. То есть мы отвязные чуваки, которые любят жизнь, любят классные тачки, классную музыку. И вообще нестандартно подходиться ко всему, во всем. То есть это такой, сказать, стиль жизни. Всем, кому будет интересно, ставьте лайкосы. Ссылочки там в описании. Есть у нас странички. И вот, также будем развивать и бренд, в общем, то есть HBDC. Это будет как такая мини-вселенная, где будет присутствовать и какие-то, возможно, в дальнейшем шмотки, какие-то тусовки вообще. То есть также видео, вот этот блог на ютубе. Я думаю, надо будет постараться навести движуху в Твери, потому что очень мало у нас, можно сказать, блогеров. Сложно себя считать блогером, держа первый раз камеру в руках. То есть, ну, были какие-то там видосы, но это все такое любительское для себя, несерьезно. Для общественной публики это, конечно же, немного другой уровень, немного сложнее. Вот вы, наверное, чувствуете. Ну, волнуюсь я немного. Вот, ну ничего, я думаю, все приходит с опытом, и все будет у нас окей. Постараюсь сегодня установить штатный спойлер. Сейчас покажу. Вот. Это моя тачка. В этом кузове такая вот древняя старуха, рисовозка, там, называйте как хотите. Я ее, как бы, очень люблю. У меня еще была жига, но вот вчера я ее продал. Хотел также снять обзор на нее, но она уехала в область. Вот мой ник в Инстаграме, если что, вы можете посмотреть на мою движуху. Вообще, я занимаюсь музыкой, пишу песни, и решил совместить приятное с полезным, так сказать. Спойлер будет устанавливаться вот на эту крышку. Соответственно, здесь нужно будет пропилить какие-то дырки. Понять, как это все вымерить нужно будет. Спойлер я покрасил уже. Осталось там установить стоп-сигнал. В общем, все вы видите. То есть, ничего такого интересного, но в целом, как бы, я, допустим, видосов не нашел по установке этой. И вообще, по тачке, то, что я делал, я что-то изучал, допустим, на Drive 2. Очень полезный сайт. Любители автомобилей я подписан, допустим, на маркообразные. Вот, много полезного оттуда перенял. Тот же самый люк, это не штатный люк с чазера сотого. Я покупал целиком крышу, вот так вот отпиленную. Взял основную конструкцию. Вот, можете посмотреть, заглянуть. Еще обшивки нет. У меня это больная тема, потому что обшивку на люкатую кресту, можно сказать, не найти днем с огнем, либо за очень бешеные деньги. Соответственно, я купил крышу от чазера. Собственно, ручно вырезал, как смог, люк. То есть, можно вырезать в самой крыше отверстия. Можно отпилить вот эту часть. То есть, ее приварить, чтобы не было швов на стойках. Либо варить по стойкам. Но это самое стрёмное, потому что будут видны швы и скажут, чего там распился и дела. Как бы это не очень круто. Вот, поэтому все наработки я делал практически сам. Вот, мне это интересно. Что-то я не умею, что-то, получается, может быть не так, как хотелось. Но, в целом, как бы я кайфую от этой движухи. Но, я думаю, вы сюда пришли, потому что тоже любите тачки. И думайте, как все установить своими руками. Раз уж начали говорить о машине, давайте я вам сразу ее покажу. Какая она есть. Вот наш гаражик с моим другом. Вот, у нее стоит рест-бампер. Дорест-решетка. Можно поставить и другую. У меня была такая выпуклая. Она больше на чайзере подходит. Прикольнее. Вот, что-то стоят диски. WorkCRK 18-й радиус 8,5-9,5-й джей. Я такие и хотел. Нашел себя в городе. Взял Усани. Его много кто знает. На Синим Скайе гоняет. Вот. Что еще? Банку я взял тоже у друга. От Субару она была. Поставил. Из недавнего я поставил себе японский номер, наконец-то. Потому что уже так надоело ездить. Не пойми с чем. Машину я красил. Вот за 5 лет владения. Я красил ее в 17-м году. Это мне вот совсем недавно во дворе на парковке въехала тачка. Есть косяки, которые я буду потихонечку устранять, исправлять. То есть по мере возможностей, по мере финансов. Потому что в наше время сейчас очень все подорожало. Сами знаете. И как бы трудно вкладывать большие суммы в тачку. Недавно я откапиталил движок. Но не собственноручно. Парням из сервиса. Юниус у нас есть в Твери. Хорошие ребята. Все сделали четко. Если что, можете обращаться к ним. Я дам ссылочку. Вот. Откапиталил движок. Отъездил где-то 2500. Вроде все нормально. Все круто. Но это целая история. Подвигу. Поэтому не буду углубляться. Может быть потом как-нибудь расскажу. На No Drift No Fun в инстаграме. Там есть видос, как я положил. Вот. Застучал у меня. Оборвало шатун. Поставил второй двигатель. И вот там не работал маслонасос. Год почти я без тачки был. Ездил на Жиге зимой и летом. Сделал мотор. И теперь по планам хочу сделать что-то уже с подвеской. У меня куплены рычаги. Регулируемая подвеска будет. Тормоза, цельсеры 30-е. Осталось там по мелочам. Типа проставок. Всех резинок, болтов. И всего такого прочего. По машине будет очень много работы. Очень много технички. Я надеюсь у меня будет время и силы это все снимать. Где-то сам, где-то в сервисе буду снимать. Поэтому оставайтесь на связи. Йоу. Итак, что мы имеем. Вот такой вот стоковый спойлер. Это от комплектации Roland. Но они ставились по-моему на другие версии. У меня версия Exit. 2,5 литра мотор. 1GZ атмосферный. 200 сил. То есть с VVTi. Можно сказать, собираю себе Roland. Но это пол Roland будет. Мне просто по кайфу. Нравится такой стоковый спойлер. Никаких там дактейлов. Ничего этого не хочется. Вот сейчас установлю стопак. Вроде все диоды работают. Открасили мне вот так спойлер. Неплохо, друзья. Осталось просверлить дырки. Сейчас буду думать как. Можете за этим последить. Так, ну что. Приступаем к сборке. Я уже подключил здесь ветродуйку. Чтобы было потеплее в гараже. Все-таки уже осень, октябрь. Необходимо поставить стоп-сигнал. Протянуть провод внутри спойлера. Сейчас попробую вот этой штучкой. Захватом сделать. И останется подключить просто плюс-минус к стопарю какому-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отлично мы протянули провода в дырку. Немножко нужно зачистить все эти места. Не знаю как придумать сюда что резинки или двухсторонний скотч, чтобы не царапало обтачку. Скорее всего скотч, потому что резинки я не успел заказать. Штатные. Вот такое. Крепление. Еще одну дырку нужно будет сделать под вывод стоп-сигнала. С одной стороны дырки у нас почти готовы. Забыл купить болты. Сейчас пойду в магазин. Здесь у нас рядом с гаражами есть магазин хороший. Все в наличии. Все имеется. Так, сейчас попробуем одну сторону закрепить. Ну, просто накинуть. Посмотреть попали ли вообще мы по дыркам. Болтовки у меня конечно же ни хрена нету. Все как обычно. Хотелось бы конечно, чтобы дырки были, так сказать, маленькие. Чтобы не делать большие. Там подгонять, как-то все это ровнять. Сложно вымереть все это. Так прям четко попасть. Вроде по центру сверлил. Непонятно, что у нас выйдет. Пойду за болтами. Схожу. Куплю четыре штучки. Шайбы. И буду пробовать устанавливать, закрепить, посмотреть хотя бы, нужно ли еще сверлить. Нужно ли там что доделать. Вот сходил в магазин, купил четыре болта, четыре шайбы. Сейчас буду пробовать по дыркам попасть в отверстие в спойлере. Друзья, в общем, что получается. Наживил на дальние болты, померил. Вроде как более-менее ровно. По дыркам. Вот вторая дырка вроде стреляет. Здесь чуть-чуть нужно будет подсверлить. Поставлю вторые болты. Посмотрю уже на закрепленном, как это все выглядит. Потом уже буду обрабатывать. Не знаю, там скотч подкладывать, чтобы ничего туда не попадало, не было коррозии. Вот, друзья, с дырками я разобрался. Осталось сделать одну дырочку под провода. Берем шуруповерт. Берем сверло. Сверло что-то какое-нибудь, я думаю, вот такое не очень толстое. Делаем дырочку под провода. То есть не будем делать такую огромную, она мне нужна. У нас всего будет два тонких провода. Я думаю, пролезет. Ну вот как-то так запустим мы их. Я уже не помню, какой провод за что отвечает. Поэтому на месте разберемся, куда буду подключать уже к стопакам. Вот. В общем, я хотел это сделать уже очень давно. Спойлер у меня валяется, не знаю, года три уже. Вот, дошли руки до этого дела. Спасибо Артему, что покрасил мне спойлер. Довольно-таки неплохо. Ну там были косячки такие, царапинки, все такое. Плюс я его туда-сюда мотал. То есть он был покоцанный. Все сделали, все четенько вроде. Поэтому респект. Правда, я, конечно, выбрал не очень тоненькие. Но у меня сейчас других наличия нету в гараже здесь. Поэтому, я думаю, ничего страшного, поставим такие. Продолжение следует... Ну вот, в принципе, немного зачистил, обезжирил. Сейчас нанесу двухсторонний скотч. Если он у меня, конечно, остался. Вроде что-то есть. Вот. И будем уже устанавливать окончательно. Закручивать спойлер. И делать проводку. В общем, друзья, все самое страшное уже позади. Спойлер прикручен. Ну, вроде бы, даже ровно все получилось. Осталось подрубить два провода на стоп-сигнала. И проверка окончательная. Йоу! Вот так вот у нас получилось это все. Здесь зазорчик побольше, потому что скотч, видно, потолще был. Хотя болты все затянуты. Здесь прям уже впритык. Вот. Но заодно скроет. Тут кусочек у меня краски уже отлетел. Сейчас я их подведу вот к этим стопакам. Вот фишка. Плюс-минус. В багажнике. Такие у нас стопари. Вообще, еще должны быть здесь туманки. Но, по-моему, у меня такого тут нету. Значит, вот два провода. Я не помню, какой из них плюс-минус. Как нам определить? Берем аккумулятор от шерповерта. И подрубаем. Все у нас горит. То бишь, зеленый плюс, желтый минус. Здесь, скорее всего, белый. Это плюс. А вот это минус. Можно взять контрольку. Потестить, конечно. Сейчас куда-нибудь вставим. Все, зажали вот так вот тормоз. Тормоза у нас горят. Стопаки. Смотрим, где у нас плюс. Ага, плюс у нас получается вот этот. Я ошибся. Все, можем убирать наш импровизированный стоп. Теперь тупо подключение. Зачищаем, подключаем, проверяем. Очень удобная штука вот эта. Не знаю, видно вам или нет. Света мало. Изолируем все это дело. По одному проводку подключаем. Конечно, бы термоусадочку, но я ее не нашел. Должна была быть в гараже. Я думаю, нормально. Ничего с ним не станет. Вот. Тогда собираем обшивочку нашу потрепанную. Ну что, момент истины. Смотрим, как это все выглядит. Оп. Диодики все на стопоре горят. Спойлер стоит ровно. Я доволен работой. И своей вроде как все получилось. Самое главное, получил удовольствие от этого. И результат, конечно же, оправдывает ожидания. Ну что, друзья. Процесс установки штатного спойлера на Тойоту Креста в сотом кузове завершен. Вот так вот это все выглядит. Заняло по времени часа три где-то с перекурями. Плюс я ходил в магазин, отвлекался там. В общем, ничего сложного. В принципе, справился сам. Где-то там приклеил скотчем, чтобы можно было одному все это установить. Что если вам понравился этот видос, мои первые пробы для Ютуба, обязательно ставим лайки. Мне будет приятно. Пишите комментарии свои. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Ну и вообще, в целом, вы все знаете. Вы же не первый день на Ютубе. Поможете мне его как-то более-менее раскрутить, чтобы люди, кто увлекается автодвижухой, допустим, аркообразными или именно Тойотой Крестой, чтобы они знали, что есть такой чувак, который занимается любимым делом. Все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.